Всем привет! Это Бостон. Сильнейшая команда в мобле, как правило, использует стратегию 1-3-1. Топ-1 Грэнджер мира не исключение. Он также играет по этой стратегии. Катает он в триплей, иногда в дуо. Вместе с ним играют Акай и Кагура. Стратегия трипл-мид не означает, что все три героя всегда должны ходить вместе. Главная особенность в том, что на боковых линиях стоят соло, а хайперкор, в данном случае Грэнджер, крепит лес и ганкает линии, создавая давление на противников. В этом ему помогают еще два героя, как правило, маг и танк. По этой же стратегии Грэнджер может крепиться в лесу и в соло. Но в этой игре Грэнджер крепится вместе с танком. Во-первых, танк немного ускоряет прокачку. Во-вторых, страхует Грэнджера от инвейдов. И в-третьих, принимает урон от крипов. Начали они с красного бафа. Затем Грэнджер пошел забирать жуков. В это время танк бил мишку. После этого забрали синий. Грэнджер получает четвертый уровень. И они отправляются все вместе на ганк верхней линии. Кстати, в этот же момент ганкали Сильвану. Но у нее от ганка получилось уйти. Грэнджер в первую очередь собирает лесной предмет второго уровня, чтобы получать больше экспы при криппинге в лесу. И только после этого покупает сапоги. Полная сборочка будет выглядеть примерно вот так. Мачете хищника. Сапоги на физическую защиту. Далее кираса грубой силы. Почему собирается третьим предметом защитный предмет. Кираса грубой силы пассивкой дает скорость передвижения, много физической защиты. Опять же за счет пассивки немного магической защиты и хп. Но самое важное из этого, я думаю, это именно скорость передвижения. Мы быстрее будем перемещаться по карте. Соответственно нам легче будет догонять врагов. Легче будет уходить от ганков. И быстрее будем крепиться в лесу. Ну а далее собираются все предметы на физическую атаку. Сейчас очень четко тима подошла к черепахе и забрала ее. При стратегии 1-3-1 важно забирать все объекты и максимально давить врага в самом начале игры. К сожалению, киллов пока Грэнджер не заработал. В идеале, конечно, ему было бы получить пару киллов, но не срослось. Заспавнились бафы и он снова зачищает лес, в этот раз уже в соло. Какие эмблемы он использует? Использует он эмблемы ассасина с третьим перком. На первом ряду скорость передвижения, на втором пробитие брони. Этот перк позволяет увеличить урон. И третьим перком он будет ускоряться и отхиливаться после киллов. В этой игре Грэнджер Хайперкором заработает хотя бы один килл. Видимо, нет. Счет 0-0-5. Но ассисты это тоже неплохо. С лесным предметом мы получаем по 30 голды дополнительно за каждый ассист. И чисто теоретически, для тимы это даже идет в плюс. Но должен же топ-1 Грэнджер мира в этой игре сделать ну хоть что-нибудь. Давай посмотрим. А пока он продолжает крепить лес. Закрепил лес и подходит забирать черепаху. Даже несмотря на то, что счет у него 0-0-5, он первый по голде в тиме. Грэнджер забрал весь лес. Подходит к центральной башне. Здесь есть возможность забрать башню. И забрать очень важно. В это время Акай зажимает Атласа. И получается его добрать. Умирает также и Бруно. Акай зажимает Акай зажимает Акай зажима. Мансид пытается уйти от Грэнджера. Классно уворачивается от ульты. Но он ее добирает автоатаками. Хильда тоже классно Мансид. В нее не попадает Сильвана. И у нее получилось уйти. Наконец-то первые 2 килла зарабатывает Грейнджер. Собирает Керасу грубой силы, теперь у него увеличится скорость передвижения, пассивка от Керасы грубой силы стакается и за счет автоатак, и за счет скиллов, поэтому практически всегда Грейнджер будет с увеличенной скоростью передвижения. Грейнджер подходит на помощь как Каю, Атлас флэшится, использует ульту, но после нерфа он больше не станет, если использовать ульту после флэша. И у Акая получается врубить ульту, а Грейнджеру немного отступить. Грейнджер ультует, и надо учесть, что ульта Грейнджера больше всего урона наносит по противникам с маленьким количеством хп. То есть чем меньше у противника хп, тем больше урона нанесет ульта Грейнджера, поэтому в большинстве случаев ульту стоит использовать только для добивания врагов. Кираса Грубой Силы Вот, кстати, еще одно преимущество Кирасы Грубой Силы. Без нее Кильда бы очень сильно просадила Грейнджера по хп, а с этим предметом снесла всего лишь половину хп. В начале игры Грейнджер очень много урона получает не за счет своих предметов, а за счет уровня. Опережать врагов по уровню так же важно, как и опережать врагов по голде. Особенно в начале игры и мидгейме. И вот один удачный файт. wiped out и можно крепить вражеский лес и проносить башни единственное что на нижней линии идет большая пачка крипов но как раз этим разберется сейчас у грейнджер уже настолько высокий урон что он сносит врагов практически за один прокаст первого скилла сейчас настает такой момент когда очень важно чтобы грейнджера не за шатдаунили потому что на такой стадии игры враги получат много голды за шатдаун грейнджера и смогут очень быстро сравнять игру есть возможность забрать лорда в это время кагура отзонивает врагов и и убивает но она сделала свое дело на нее слили куча скиллов и потратили время сейчас грейнджер на максимальной своей силе и именно сейчас нужно заканчивать игру в итоге счет 13 0 10 и тридцать девять процентов урона на этом все всем спасибо за просмотр удачи и пока пока